приветствую вас на своем канале в сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную теплую шапочку с отворотом я вязала шапочку комбинируя два узора это резиночка 2 на 2 и узор колоски данная шапочка связана на обхват головы 54 56 сантиметров также вы сможете ее уменьшить либо увеличить на один размер благодаря тому что наберете если к примеру вам нужно на 52 54 вы уберете 4 петельки то есть минус 4 петли от моего наборочного количества и если же хотите добавить к примеру 56 58 размер соответственно добавляете 4 петельки это раппорт узора резиночки 2 на 2 и затем вяжите шапочку также хочу дать некоторые рекомендации по поводу основного узора при переходе с резиночки 2 на 2 на узор колоски а возможно у вас пойдет слишком глубокое расширение при смене спиц если же пойдет слишком глубокое расширение то можете спицы не менять то есть одним набором связать полностью от наборочной косички до закрытия макушки вот так же для тех кто любит допустим свисающую макушку как у шапочки бени допустим вы хотите удлиненную затылочную часть то можете увеличив номер спиц вязать немножечко глубже то есть на несколько раппортов длине шапочку буквально на 3-4 рапорта для того чтобы свисала макушка также можно шапочку сделать без отворота то есть вы можете начать резиночки 2 на 2 и затем перейти на узор колоски без линии изгиба и отворота на лобной части вот на данную шапочку у меня ушло меньше моточка из остатка моточка вы можете сделать самостоятельно обычный помпончик из пряжи либо же присоединить меховой если вы любите помпоны данная шапочка закрыта с аккуратной макушкой поэтому можно носить ее без помпона вообще конечно же кому понравилось лайкайте выбирайте любимый цвет пряжи и приступаем к вязанию для вязания нам понадобится пряжа я буду использовать полушерстяную пряжи фирмы alizella на год 240 метров 100 граммах у меня это молочный цвет более подробно данной пряжи есть отдельное видео ссылочку смотрите ниже в описании под этим видео также мне понадобится два номера круговых спиц это номер три с половиной для вязания резиночки и номер 4 для основного узора также нам понадобится ножнички сантиметр и либо иголочка либо крючок для того чтобы соединять макушку и прятать краешки ниточек на спицы меньшего размера набираем 96 петелек начальные две петли я набираю на одну спицу для того чтобы не были растянутые вот эти крайние петельки затем представляю вторую и набираю еще 94 петельки плюс одну 97 петельку я наберу для того чтобы замкнуть вязание в круг она у нас при замыкании вязания сократится и останутся лишь нужные нам 96 петелек для вязания резинки 97 петелек набрано и теперь достаем свободную спицу на которой нет начальных вот этих двух петелек и начинаем замыкать вязание в круг для этого берем в правую руку рабочую спицу на которой у нас хвостик рабочей ниточки а в левую руку там где у нас начальные набранные вот эти две петельки подтягиваем крайние петли вот так вот к спице острию спицы вот и смотрим чтобы у нас вот эта наборочная косичка не была перекрученная чтобы вам не пришлось в дальнейшем переделывать ваше вязание потому что она может пойти восьмеркой и так наборочная косичка не перекрученная далее берем переодеваем на правую спицу слева и первую набранную петельку и на нее перекидываем последнюю лишнюю набранную петлю которую мы набирали для замыкания вязания в круг вот так и полностью полностью спускаем между первой и второй вот этой петелькой набранной помните которые у нас набранные на одну спицу спускаем эту лишнюю петлю вот сюда между ними далее подтягиваем коротенький хвостик на себя рабочую нить от себя и возвращаем первую петлю на место ко второй вот эта петля лишняя у нас оказалась спущенная между первой и второй петлей начальных набранных петель рядом далее мы отправляем вот этот хвостик ниточки к рабочей нити от матка и провяжем несколько первых петелек вместе за две ниточки так мы спрячем хвостик скажем в работу и провязываем раппорт резиночки 2 на 2 это 2 лицевые петли 2 изнаночные 2 лицевые я бросаю хвостик коротенький он мне уже не нужен и дальше продолжаю вязать 2 изнаночные так 2 лицевые 2 изнаночные раппорт узора резиночки 2 на 2 мы чередуем до конца этого ряда довязали до конца ряда и ряд у нас должен закончиться двумя изнаночными петельками если все верно то петли вы распределили все правильно теперь можете вначале а вот здесь вот ряда повесить маркер для того чтобы вы видели где у вас начало конец рядом и далее мы продолжаем вязать каждый последующий ряд над двумя лицевыми 2 лицевые за ближайшие стеночки на двумя изнаночными 2 изнаночные за дальние стеночки если вы будете вязать лицевые за передние а изнаночные за дальние стеночки у вас будет красивая косичка косичкой ложится петельки и так мы вяжем резиночку 2 на 2 до нужной нам высоты и так нам нужно связать до желаемой ширины у меня ширина не менее 7 сантиметров так как я буду делать шапочку с отворотиком поэтому связав 7 сантиметров у это 19 рядов по плотности вязания я сейчас сменю раппорт узора немножечко наоборот буду вязать на двумя лицевыми 2 изнаночные а на двумя изнаночными 2 лицевые за дальние стеночки то есть смотрите над лицевыми мы вяжем изнаночные над изнаночными вяжем лицевые и так вяжем до ширины вот в эту первую минус два ряда то есть так как у меня 7 сантиметров это 19 рядочков то следующую скажем часть резиночки как бы отворотик у меня будет на два три ряда меньше то есть где-то 16 17 рядочков в таком случае у нас получится четкий отворотик резиночки 2 на 2 как бы линия изгиба для отворота будет четкая при этом я продолжаю в следующем ряду над изнаночными двумя вязать изнаночные на двумя лицевыми 2 лицевые уже по сформированному скажем второму и второй части вот этой вот линии которую мы сейчас переделываем то есть смотрите я сейчас над лицевыми вяжу изнаночные над изнаночными лицевые и по вот этому формированному двадцатому ряду уже резиночки со смещением на две петли я и буду вязать вторую часть отворота из 16 где-то может быть 17 рядочков то есть чуть чуть короче чем вот эта первая часть после того как мы довязали вторую часть резиночки она у меня как посмотрите гораздо уже чем первая часть и сделав отворотик если то вы не видите спицы вот как раз таки я так и хотела чтобы начать основной узорчик вот с перехода на резиночку на основной узорчик мне нужно чтобы этого скажем промежуточка не было видно поэтому я сделала вторую часть отворота уже вот и мы тем самым спрячем как бы начало перехода теперь смотрите раппорт узора основного составляет 5 петелек раппорт резиночки 2 на 2 составляет 4 петли у нас 96 петелек по кругу которые не делятся на равное количество рапортов из 5 петель поэтому первый вариант это добавить на окружности всей шапочки еще 4 петли для того чтобы получилось 100 которая отлично делится на 5 либо же наоборот убрать всего лишь одну петельку я выберу убрать одну петельку так как я буду менять спицы на размер побольше что добавить скажем объема плюс достаточно пышная вязка в целом получается поэтому как раз таки вот это одна петля роли не сыграет я в конце ряда там где две лицевые сделаю убавление провязав их вместе вот тем самым сокращаю одну петельку далее меняю спицы на размер побольше и начинаю вывязывать раппорт основного узора это три лицевые петли 2 изнаночные 3 лицевые 2 изнаночные вот так я чередую до конца ряда 3 лицевые 2 изнаночные провязав этот ряд до конца я свяжу еще 3 рядочка 3 лицевые 2 изнаночные чередую для того чтобы сделать платформочку перехода с резиночки на основной узорчик связали 4 ряда и у нас получилась некая подготовка к основному узору теперь пятом ряду мы будем формировать непосредственно сам узорчик в начале ряда у нас идут три лицевые мы находим центральную лицевую петельку то есть вторую петельку слева и справа вот она центральная и спускаемся на 4 ряда ниже то есть вот в этот ряд распределения после резиночки вводим вот в эту четвертую петельку сверху по центру спицу захватываем рабочую ниточку и вытаскиваем вот такую длинную петлю далее провязываем 3 лицевые петельки снова вводим спицу в эту же петлю на 4 ряда ниже и вводим еще раз спицу вытягивая вторую петельку со второй стороны у нас получается вот такая галочка из вытянутых петель и далее провязываем 2 изнаночные петли снова повторяем находим центральную из трех петелек вот она петля лицевая спускаемся на 4 ряда ниже захватываем рабочую ниточку и вытягиваем длинную петлю далее провязываем 3 лицевые петельки вводим спицу в эту же петельку откуда первая вытянутая петля и вытаскиваем вторую далее 2 изнаночные вот такой вот рапорт до конца мы будем повторять галочка между ними в между вытянутыми петельками галочки 3 лицевые и чередование 2 изнаночных снова из центральной петельки 4 ряда вниз вытягиваем свободную петельку далее провязываем 3 лицевые вытягиваем свободную петельку отсюда же с другой стороны и довязываем 2 изнаночные вот так до конца пятого ряда далее шестой ряд вяжем таким образом первую вытянутую петельку мы переснимаем не провязанной на правую спицу 3 лицевые над тремя лицевыми так и провязываем и вторую петельку вытянутую с другой стороны мы переснимаем также не провязанной далее 2 изнаночные снова вытянутую петельку мы переснимаем не провязанной провязываем центральные 3 петли и далее переснимаем вот эту вытянутую вторую петельку с другой стороны просто на правую спицу также не провязанной 2 изнаночные то есть этот ряд мы вяжем по рисунку пропуская вот эти вытянутые петельки просто и переснимаем на правую спицу без изменения мы их не провязываем так как мы если провяжем у нас добавится по 2 петли в каждом раппорте нам это не нужно мы просто их переодеваем не провязанными далее провязываем 3 центральные лицевые петельки между вытянутыми петлями петлю переснимаем с другой стороны и 2 изнаночные вот так до конца шестого ряда теперь в седьмом ряду мы берем и сокращаем вот эти вот вытянутые петельки заводим за дальнюю стеночку и провязываем вытянутую петельку вместе с первой лицевой петлей из 3 вот так далее центральную лицевую мы провязываем над лицевой из-за передней стеночки третью лицевую вместе с вот этой вытянутой второй петлей провязываем также лицевой и теперь изнаночные над изнаночными сокращаем за дальние стеночки вытянутую петлю и первую лицевую вместе лицевая над лицевой центральная из-за передней стеночки вытянутая петля и третья лицевая вместе также провязываем изнаночная над изнаночной 1 2 и далее вот так вот сокращаем за дальние стеночки сначала первую вытянутую петлю лицевая над лицевой и за передней стеночки вторая вытянутая петля то есть мы как бы получается раскручиваем вот этот v-образный вот такую вот галочку v-образный рисуночек раскручиваем и закрепляем то есть для того чтобы петельки вот так вот не тянулись дальше по вязанию мы просто и закрепляем и как бы делаем их более раскрытыми и так далее продолжаем провязывать за дальние стеночки как бы закрепляя вот эти вытянутые петельки вот и продолжаем до конца этого ряда мы вернули наш узор привычная 3 лицевые 2 изнаночные поэтому восьмой ряд закрепляющий ряд это просто провязываем над тремя лицевыми 3 лицевые на двумя изнаночными 2 изнаночные то есть как бы закрепляющий такой вот выравнивающий ряд то есть сам узор у нас был как вы помните с 5 ряда 5 6 7 8 ряд это 4 ряда раппорт узора который будет повторяться от начала до конца практически вязание нашей шапочки то есть до убавления макушки вот этот раппорт будет неизменный и при провязывании 9 ряда мы снова возвращаемся к пятому то есть мы находим четвертый ряд снизу под центральная петелька лицевой вывязываем оттуда длинную петельку провязываем 3 лицевые и снова туда же спускаемся и провязываем вторую вытянутую петельку с другой стороны далее 2 изнаночные вот он наш раппорт узора который будет провязываться точно также в девятом ряду как мы вязали в пятом снова спускаемся на 4 ряда ниже центральную петельку и выводим оттуда длинную вытянутую петлю далее вяжем 3 лицевые спускаемся еще сюда же и вытягиваем вторую длинную петельку и провязываем 2 изнаночные вот так вот чередуем до конца ряда этот ряд затем у нас 6 ряд был точно также вяжем и 10 ряд это просто пропуская вот эти вытянутые петельки провязывая 3 лицевые 2 изнаночные петельки просто переносим на правую спицу не провязанными далее в следующем получается одиннадцатом ряду мы его провяжем как 7 это присоединив уже непосредственно к 1 лицевой петельки вот эту вытянутую первую петлю и 3 лицевой петельки вторую вытянутую петлю вот изнаночные по рисуночку и завершающий как раз таки 12 ряд это провязывание 3 лицевые 2 изнаночные чередования как мы делали с вами вот здесь вот восьмом ряду то есть вот эти четыре ряда повторяются 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 постоянно без изменения если вы сейчас сделаете вот этот отворотик шапочки то как раз таки вы увидите что основание перехода рисуночка вот она у нас ложится под отворот шапочки и его не видно и уже шапочка непосредственно начинается самого основного узора а под отворотиком оказались скажем вот эти вот начальные петельки распределения все дальше вяжем шапочку чередуя лишь только вот эти четыре ряда и так связала я восемь с половиной рапортов и остановилась на том ряду где мы сейчас будем провязывать попарно вытянутые петельки с первой и третьей петлей вот как раз таки на этом ряду я начинаю делать убавление для макушки от начала вязание второй части резиночки то есть от линии изгиба у меня сейчас провязано 17 сантиметров остальные сантиметры шапочки я буду делать закрытие петель для макушечки можно в принципе провязать было бы еще один рапорт если вам мало покажется это для скажем для вашей глубины и шапочки то можете добавить еще один девятый рапорт теперь смотрите мы будем в этом ряду убавлять количество изнаночных петелек между основными вот этими красивыми колосками на одну петлю то есть каждом рапорте у нас будет промежуточная петля вот здесь вот там где 2 изнаночные всего лишь одна изнаночная а рисуночек вяжем по рисуночку как и вязали далее первую петлю вяжем с вытянутой первой петлей далее центральную петельку провязываем лицевой и последнюю петлю провязываем вместе с со второй вытянутой петлей далее там где 2 изнаночным провязываем 2 вместе 1 изнаночной для этого я поворачиваю дальние стеночки вперед и провязываю за теперь уже ближайшие две полупетли одну изнаночную из двух далее снова повторяю за дальние стеночки первую с вытянутой петлей лицевой далее лицевая по центру и за передние полупетельки вторую вытянутую петлю вместе с третьей лицевой далее 2 изнаночные поворачиваю дальними стеночками вперед и провязываем вместе 1 изнаночной за ближайшие хотите можете изнаночные не поворачивать дальними стеночками вперед тогда у вас получится просто немножечко перекрещенные петельки вот я не люблю перекрещенных петель поэтому буду поворачивать каждый раз итак первый ряд убавления макушечки это сокращение одной изнаночной петельки с помощью провязывания двух петель изнаночных вместе одной довязали до конца первый ряд теперь во втором ряду у нас сейчас получается последний ряд рапорта где мы должны провязывать по рисуночку 3 лицевые и изнаночная петля чередуя получается колосочек и промежуточную вот эту петельку мы сейчас сократим вот эту центральную петлю между тремя лицевыми вот здесь вот 1 2 3 вот эту центральную вторую петельку при этом провязывать будем ее поворачивая первую петлю вот так и вместе со следующей провязываем вместе одной лицевой и далее довязываем просто вторую лицевую петлю то есть вместо трех петель у уже две петли далее изнаночную мы провязываем за дальнюю стеночку над изнаночной снова первую лицевую поворачиваем за дальние стеночки провязываем вместе со второй лицевой и довязываем третью лицевую просто изнаночная над изнаночной вот так чередуем до конца ряда мы сокращаем получается уже в колоске центральную вот эту петельку провязав 2 ряда убавления мы сократили с вами одну лицевую в колоске петельку и одну промежуточную изнаночную петельку теперь у нас раппорт составляет всего три петельки и по количеству рядочка в раппорте у нас сейчас получается первый ряд следующего раппорта вытянутые петельки делаем как и прежде из центральной петли она у нас сократилась но при этом вот они рядочки остались поэтому мы ныряем сюда вытягиваем первую вытянутую петлю провязываем 2 центральные лицевые петельки и отсюда же вытаскиваем вторую вытянутую петельку затем провязываем промежуточную изнаночную петлю то есть мы как бы сейчас получается делаем первый ряд следующего раппорта где вытянутые петельки ничего не сокращаем а просто вытягиваем вот эти две петли провязываем центральные над убавлением предыдущего ряда и следующую лицевую петлю и вытягиваем вторую петельку отсюда же далее довязываем изнаночную промежуточную петлю вот так чередуем до конца этого ряда 4 ряд макушки это у нас второй ряд раппорта поэтому он у нас провязывался переснимаем первую вытянутую петлю провязываем промежуточные 2 а были у нас три лицевые и снимаем вторую вытянутую петлю изнаночная провязываем над изнаночной так и вяжем до конца ряда переснимаем вытянутую петлю, провязываем две промежуточные лицевые петли и далее вторую вытянутую петельку изнаночная над изнаночной, то есть как и вязали до этого второй ряд раппорта. Далее пятый ряд вяжем как третий ряд раппорта. Мы провязывали попарно первую вытянутую петлю с первой петлей, далее провязывали центральную лицевую и провязывали вторую вытянутую петлю вместе с третьей петлей лицевой но так как у нас сейчас всего их 2 то первую провязываем вытянутую петлю с первой лицевой а вторую вытянутую петлю со второй лицевой и промежуточная изнаночная то есть провязываем и за дальние стеночки первую пару вытянутую петлю лицевую затем за ближайшие стеночки вторую петлю вытянутую и вторую лицевую а изнаночную за дальнюю стеночку то есть точно также по рисуночку как и третий ряд рапорта только лишь без центральной лицевой петли шестой ряд макушки это последний ряд 4 рапорта поэтому провязываем все по рисунку на двумя лицевыми 2 лицевые над промежуточной изнаночной изнаночную снова 2 лицевые изнаночная и вот так провязываем до конца этого ряда далее седьмой ряд макушечки мы сейчас начнем сокращать там где у нас две лицевые мы будем провязывать одной лицевой для удобства я перешла на спицы меньшего размера так как у меня они на коротеньком тросики если у вас тросик хорошо выдвигается и вы можете скажем так вязать с помощью вот такого передвижения тросика то можете спицы оставить те которые у вас есть то есть если вот так подвигается то отлично потому что кружочек у нас объем уже с каждым рядом уменьшается и соответственно будет удобнее вязать все-таки на коротеньком тросики и начиная вот с первых двух петелек у нас сразу же идут 2 лицевые мы провязываем вместе 2 лицевые 1 далее идет изнаночная петля над ней мы провязываем изнаночную снова 2 лицевые вместе лицевой 1 изнаночная 2 лицевые вместе лицевой 1 изнаночная то есть раппорт узора у нас составляет сейчас всего лишь одну петельку вместо двух предыдущем ряду и 1 промежуточная изнаночная далее 8 ряд мы просто провяжем по рисуночку сейчас у нас рисуночек составляет 1 лицевая 1 изнаночная 1 лицевая 1 изнаночная вот так чередуем до конца ряда лицевые я провязываю за ближайшие стеночки изнаночные за дальние таким образом у нас точно так же красиво и аккуратно ложатся петельки девятом ряду мы сократим изнаночные петельки между лицевыми для этого лицевую мы поворачиваем вот так вот дальней стеночкой вперед то есть она у нас легла с наклоном в левую сторону и за дальние стеночки вместе со следующей изнаночной петлей мы провязываем 1 лицевой далее снова лицевую поворачиваем дальней стеночкой вперед и теперь уже за дальние стеночки вместе с изнаночной провязываем 1 лицевой таким образом у нас из всего раппорта остается всего лишь одна петелька и она у нас находится над каждым колосочком Вот так вот поворачиваем дальнюю стеночку вперед и теперь уже за дальней стеночке с наклоном получается в левую сторону мы делаем убавление до конца этого ряда. В десятом ряду для того, чтобы не сильно стянутые были петельки, я предлагаю вам вот эти оставшиеся лицевые петли провязать просто лицевыми, то есть по рисунку. У меня их осталось 18 петелек, соответственно я провязываю в десятом ряду просто 18 лицевых петель. Далее в одиннадцатом ряду можно вот эти петельки просто нанизать на ниточку и стянуть, их осталось мало, но мне не хочется, чтобы вот такой стянутый слишком был край макушечки, поэтому я сейчас в одиннадцатом ряду уберу ровно петельки в два раза. То есть я провяжу попарно каждые две петли вместе одной лицевой и как раз так как у меня четное количество, то уберется, скажем так, петли в два раза и плюс провяжется каждая попарно. Если у вас попарно каждая не провязывается, то просто провяжите там одну лицевую и следующие попарно, если у вас количество рапортов на, скажем, один больше, чем у меня. Если на два, то так же получается парное число. И вот так вот дальше-дальше продеваем. Можете следующий ряд один провязать вот эти оставшиеся петельки просто лицевыми, а можете лицевыми и в принципе не провязывать. Нам останется лишь только вот эти петельки переодеть на общую ниточку. Для того, чтобы макушечка не торчала, я провязывать последний ряд лицевыми петлями не буду. Далее вдеваем ниточку в иголочку, отрезаем краешек, но не спешите отрезать. Для начала я рекомендую вам расправить шапочку, посмотреть все ли здесь отлично и желательно померить. То есть если вам подходит данная глубина, то соответственно вы отрезаете ниточку. Если же вы хотите, к примеру, померяв, добавить один сантиметр, либо же два, вы смотрите, сколько рапортов у вас смещается в то количество сантиметров, которое вы хотели бы добавить. Ну, к примеру, если на лобной части вам кажется, что коротковато и вы хотите более глубже, то вы возвращаетесь на эти 11 рядочков назад, добавляете количество рапортов и, соответственно, закрываете макушечку. Макушечка у меня где-то закрылась в районе 3,5 сантиметров, то есть вы добавляете ту высоту, которую вам нужно. Вот, теперь я вдеваю ниточку в иголочку краешек и начинаю нанизывать потихонечку, также по часовой стрелочке, вот так вот поочередно петли. Сначала с одной стороны, вот так вот протягиваю, затем подхватываю с другой стороны и, соответственно, оставшиеся петли с другой стороны точно так же продеваю поочередно. Вот так. Все петельки у меня должны быть нанизаны на иголочки на рабочей нити. И все, спицы я убираю, далее я продеваю ниточку сквозь все петельки, немножечко придерживаю крайнюю вот здесь вот петлю, которая образовывается у нас, благодаря тому, что мы стягиваем на нее все петли. И далее хорошо подтяните вот эти петельки, которые вы нанизали и сквозь эту петлю, которая образовалась у вас от рабочей нити, вот мы сквозь нее вот так вот продеваем раз рабочую нить, у нас образовывается вторая вот такая петля и мы снова в нее вдеваем. Таким образом мы закрепили, у нас получился вот такой аккуратненький узелочек, здесь у нас все ровненько, гладенько, ничего не вытянуто. И все, теперь мы просто вот эту рабочую нить, хвостик продеваем иголочкой на внутреннюю изнаночную сторону и с изнаночной стороны мы фиксируем этот хвостик и прячем. Я это делаю так, как у меня уже есть узелочек, ниточка никуда не денется, я просто вот эти вот петельки, которые с изнаночной стороны идут по кругу, когда мы нанизывали петли на иглу, я вот так вот буквально пару кружочков продеваю и нить отрезаю. Она уже никуда у нас не денется, ничего, никакого вида она не портит ни с лицевой, ни с изнаночной стороны и все. Единственное, что когда продеваете вот так вот иголочку, то смотрите, чтобы у вас за внутренние петельки была продета ниточка, чтобы вы лицевую сторону не затрагивали. Все, ниточку мы отрезаем, вот этот хвостик у нас также зафиксирован, мы его можем просто отрезать, хотите можете с внутренней стороны отворота его просто продеть несколько раз крючком по ходу того, как ложится лицевая, вот здесь вот петелька крайняя. И все, шапочку мы обрабатываем тепловой обработочкой, можете постирать по желанию, можете обработать паром, единственное, что не гладьте горячим утюгом, чтобы у вас изделие не деформировалось. Я надеюсь, что вам осталось все понятно, понравилось. У меня остался вот такой вот моточек, из которого можно сделать по желанию помпончик, можно прикрепить помпон меховой уже готовый, покупной. Так как у нас макушка получилась очень аккуратная, как на мой взгляд, то можно помпон не прикреплять для тех, кто любит просто классическую шапочку с отворотом. Она получилась достаточно свободная с внутренней стороны, для тех, кто любит, скажем, чтобы прическа просто не приминалась, вот, то есть, чтобы был объем на голове, вот, и не прилизанные волосы. Я надеюсь, что у вас все получилось, было понятно и понравилось, конечно же, не забывайте лайкать и нажимайте на колокольчик под видео, для того, чтобы получать оповещения о новых видео, которые выходят на моем канале. Всем ровных петелек, хорошего настроения, пока-пока!